Пристегнитесь и получайте удовольствие. Я все сделаю сам. Колган, я из-за вас поставил на раком весь Голливуд. И мы его озвучили. Вот этого Шрека. Я по первому образованию незаконченный патологоанатом. Я не умоляю престижности ТЭФИ. Она — это приятно. И все. Мне неинтересно работать с дилетантизмом. Слишком много профессионалов я повидал на своем веку. Я сказал, надевайте памперсы, пристегивайтесь, перерыва не будет. Это моя работа. Там смешно вам? Практически ничего нет. Мне кастинг этот зачем? Я не справлюсь с голосом телефонной трубки? Ты сделаешь вот этого профессора Флитвика? Сделал профессора Флитвика? Или шляпу, которая распределяют там вот это всех. Ну неужели вы не можете его найти? Ну что так сложно найти мне Колгана? Ну что такое? Отстань, осел! Привет, друзья! Это подкаст про озвучку на канале звукового агентства RecSquare. Мы беседуем с профессионалами, которые задают тон в создании качественного звука. Сегодня огромная радость. Мы бились, добивались, выцарапывали, уговаривали. Ну не стояли на коленях только что и не прибегали к шантажу. К нам в гости пришел Алексей Колган. Здравствуйте, добрый день, спасибо за то, что пригласили. Ничего, в общем, ну здесь это немножко Петр приукрасил. Ничего не выцарапывали, ничего просто. Спасибо за то, что подождали, потому что у меня была очень большая занятость. Все, я снимался. Но знаете, почему выцарапывали? Потому что интервью с вами найти-то весьма непросто. Я их очень мало даю, очень, очень. Мы сейчас с вами зарубились по поводу представления, что в него включать, что не включать. Но позвольте, теперь я озвучу это для наших зрителей и слушателей. Потому что многие смотрят не только на YouTube видеоверсию, а слушают как подкаст на разных цифровых платформах. Алексей Колган, актер театра, кино и дубляжа, телеведущий. Небольшой список работ и ролей. Это может затянуться, конечно, на больше, чем половину нашего интервью. Поэтому короткий список. Такие фильмы, как «Гарри Поттер», «Пока не сыграл в ящик», «Банды Нью-Йорка», «Брюс всемогущий», «Матрица», «Очень страшное кино», «Властелин колец» и «Хоббит», «Терминал», «Шерлок Холмс» и «Гратини». Там, по-моему, 200, по-моему, 5. Ну, 200, по-моему, 205. А, да-да-да-да, у меня здесь около 15. Да, там, по-моему, 205. Король говорит 300 спартанцев. Вот почти столько же, сколько спартанцев. Алексей — это голос Гарри Олдмена, Брюса Уиллиса Жерара, Депардье, Джека Николсона. Вы, кстати, сами говорили, что это была большая авантюра Ярослава Георгины Турелевой. Ужасная авантюра, ужасная авантюра. Тома Хэнкса — это уже, видимо, не такая авантюра. Авантюра, а потом я поссорился с некоторыми, как они называются, кто выпускает эти фильмы, прокатчиками. Потом я поссорился из-за Тома Хэнкса и ушел из этой. Надеюсь, что вы расскажете нам что-то. Также голос Скубиду, Абеликса и, конечно, лучший Шрек в мире. Это не привлечение. Та-да-дам, та-дам! Да. Алексей, я хотел бы начать с палеонтологии, знаете, с таких раскопок. В конце 90-х, в начале нулевых, нулевых, когда я еще был таким шкодливым подростком, вы приложили руку, точнее голос, к созданию трех ярчайших массовых образов в культуре. Это «Братья-пилоты». Это удивительная игра, просто такой столб, основа жанра квестов в российском исполнении в те годы. Это, конечно же, Шрек. И это Хрюнморжов. Вот из этого списка, вы знаете, что я боюсь, вот я думаю, господи, как я, наверное, старею. Потому что название мне знакомо «Братья-пилоты». Вот убей меня разорвить, меня сейчас на части, я не помню, что это. Вот я не помню, что это. «Братья-пилоты» в моем, была такая еще, в моей озвучке была такая, я не знаю, что это такое было, называлась «Адская белочка». А, это, по-моему, социальная реклама. Что-то такая социальная реклама «Адская белочка», вот у меня еще, и почему-то она как-то осталась у людей в памяти. Это была такая ерунда. Так вот, о «Братьях-пилотах», пока меня склероз не увел обратно, я не помню, что это «Братья-пилоты», но знакомое мне название. Хрюнморжов, я еще помню. Я не подготовился, мы должны были устроить омочную ставку, просто распечатать картинки, чтобы обознали. Ну, потом, потом, потом. Вот в чем мой вопрос. Ваш профессиональный путь после института начинался в Московском театре кукол, верно? Да. У вас есть какая-то особая расположенность или связь с вот этими кукольными, анимированными, мультяшными персонажами, или нет, это просто всего лишь обычная грань работы? А вам как ответить? Вам ответить честно или пошутить? А можно дубли нарезать сначала один, потом второй? А, нет, 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 давайте возьмем тогда дублем. Давайте с вранья начнем тогда, но смешного. Нет, смешного вранья, но сказать, что я просто талантливый, поцелованный, это будет, в общем-то, вранье и нескромно. Если обращаться совсем к истокам, почему так получилось, я попал случайно в театр кукол. Наверное, моя способность просто поддражать, разговаривать смешными голосами, она была от детской скухи, от того, что я слушал массу пластинок фирмы «Мелодия», детских пластинок, а там были, ой, какие кривляки. Это в хорошем смысле слова. Я понимаю. Потом, вот я поступил на курс театра кукол, и слава тебе, Господи, что мы не стали заниматься исключительно театром кукол, а мы под руководством моего учителя, Александра Аркадьевича Белинского, мы были при таком шикарном театре, при таких шикарных артистах, у которых была такая способность менять голоса. И, вы знаете, я видел там артистку, которой уже, конечно, нет на свете, она была великая артистка, Валерия Сергеевна Киселева, ее звали де Юре, де-факто она называлась Валерия Сергеевна Розенвассер. В общем, она почти в 80 лет, она играла дюймовочку. И вот когда эта седовласая женщина выходила за ширму, и оттуда раздавался совершенно чистый детский голос, без всякого наигрыша, это было такое чудо, это было такое волшебство. И как этого достичь? Потом мы возвращаемся к моей первой шутке. Ну, наверное, меня тоже кто-то там поцеловал, что я могу слышать и воспроизводить. Поэтому, ну что, вот это вот Московский театр кукол, в который я потом попал, это безысходность 90-х, в общем. Но он, очевидно, сыграл какую-то роль в вашей способности так работать с голосом и с персонажем. Ну, конечно, они там, это же все время, в театре кукол это нужно, это был такой хороший этап моей жизни, Московский театр кукол, да. А вот вы знаете, за кадром вы посетовали, что не называйте себя ни в коем случае поэтом, хоть и пишите тексты, потому что, ну вот якобы не обладаете таким образным мышлением, чтобы создавать гениальные рифмы. Но вы сейчас сказали про пластинки, которые вы заслушивали в детстве. Да. А ведь пластинки, когда мы слушаем, они сразу показывают, вот какое у нас это образное мышление. У вас ведь наверняка в голове эти миры уже возникали тогда. Нет, 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 это способ восприятия, пластинки это способ восприятия. Там был, понимаете, там было другое. Там, понимаете, вот как, например, мне не нравится современное озвучание за кадром, когда я слышу его. Там совершенно другой голос, там совершенно другие артисты, которые по... Это часть профессии, понимаете, о чем я говорю. Они, вот когда работал, когда работал Литвинов Николай Владимирович, а вы, в общем, знаете, кто это такой, да? Да, мы делали как раз подкаст с его сыном. Да. Вот это, это, это такая эпоха радиотеатра. Это эпоха сказок. Он придумал это, слава тебе, Господи, он вот так вот, так смог сделать. Понимаете? Когда я слышу, я даже слышу его интонацию, когда заводилась пластинка, и он говорил, давайте, друзья, побродим сегодня по старому Копенгагену. Все здесь мило моему сердцу. Острочерепичные крыши, затейливые флюгера, почтенные уличные фонари. Это другая культура речи, другая культура языка, и другой, это профессия, которой, к сожалению, сейчас очень многие, занимаясь этой профессией, в кавычках, не обладают. Вот, это не образное мышление. Это профессия, верная профессия. И когда в этих пластинках я слушал Плята, Витцина, или там, ну, этот список может быть огромен, когда я их слышал, ну, понимаете, артисты, прекрасные артисты, они вот, они эти образы создают сами собой. А ведь, по сути, они кривляются. Артисты некоторые нынешние, это я никоим образом сейчас не брюзжу, а нынешние артисты, это совсем поверхность. Они, кто-то их научил кривляться, вот поскольку мы все равно с вами выходим на YouTube-платформе, верно, я понял, да? Вот, очень многие думают о том, что можно получить профессию через уроки на YouTube. Это не так, дорогие друзья. Если вы меня услышите, то это только лень и гадостное желание очень многих бездарностей заработать через YouTube деньги, обучая неправильно вас. Но мы ведь действительно живем в такое время, когда людям предлагают максимально быстрый результат, по крайней мере. Да, это называется сейчас эпоха дилетантов. Вот я это называю эпохой дилетантов. И поэтому очень многие вещи, к очень многим вещам я стал относиться гораздо резче, это к разговору и об интервью, к разговору и о новых работах, в том числе и в среде озвучания или дубляжа и так далее. Резче, неподатливее я к этому отношусь. Вот мне неинтересно работать с дилетантами, мне неинтересно работать с дилетантизмом. Слишком много профессионалов я повидал на своем веку. Не хочу. И, в общем, вот так. Ей-богу, я рассмеялся, потому что меня просили избегать этой темы. Она возникает у нас в интервью раз за разом. Мы почему-то приходим с героями к разговорам про дилетантизм. Дилетантизм, ну и я не могу удержаться, потому что, ну, ей-богу, у меня самого душа болит. Я понимаю, как это влияет на любую профессию. Эта атака дилетантов массовая, она, в общем-то, ну, измельчает и потихонечку уничтожает любую профессию, любую поляну абсолютно. Вы как-то сказали, говоря про абсценную лексику, например, в театре, что человек образованный, он всегда найдет синонимы. Как назвать нужное понятие, не прибегая к мату или ненормативной лексике? А вот нет ли у вас такого ощущения, что в целом человек образованный, да и вообще это искусство синонимов, и скоро все, наверное, словари-синонимов, они как-то уже изживают себя за ненадобностью настолько вот поверхностно сегодняшнее искусство и в целом сегодняшнее. Ну, это у нас разговор будет тогда идти о дилетантизме вообще и о безграмотности. То образование, которое люди получали в 90-е годы, ну, в общем, оно уничтоженное практически и так далее, этим люди уже не пользуются, они разучились пользоваться словарями, и у нас в семье была одна знакомая, она, в общем, профессор, когда-то занимавшийся написанием вот этих словарей и так далее, и у нее когда спрашивали, как правильно ударить, она говорила обычно, вот как я напишу, вот так вы будете ударять. Этим уже никто не пользуется. Потом это тоже та поверхность, о которой я говорил прежде. Мне кажется, использование ненормативной лексики вообще вот, ну, повсеместно сейчас, практически повсеместно. Это результат того, как обезглавили наш язык, его обезглавили, поскольку в него привнесли очень много еще иностранщины. Сейчас я сталкиваюсь со словами с такими, например, как коуч, лингво-тренер. Знаете такое? Лингво-тренер. Раньше не слышал, но коуч приходилось. Да, коуч, лингво-тренер. Вот оно, почему нам не скажут, что это преподаватель? Ну, например, или учитель, или что-то такое. Оно засоряет язык, и люди, которые не пользуются вот этими словами, даже им проще пользоваться тем, о чем мы с вами говорили. Хотя, если обратиться, например, к сказкам Афанасьева, известным, там это было вполне уместно. Ну, пожалуйста, вы хотите этого, ну, это надо делать какие-то определенные либо места, либо клубы, либо повсеместно это не надо выпускать в массовость. Моя внучка, которой 11 лет, мы договорились, в общем, мы никак не скрываем, она ходит на улицу, и она все эти слова знает, просто она их не употребляет. И мы ей стараемся объяснять, почему этого не надо делать. Хотя, наверняка, в своем кругу она это употребляет уже, этого не избежать. Но эта семья, которая хочет воспитывать своих детей, ну, так скажем, в лучшем виде, она пытается их воспитать, хотя бы договориться о том, что это надо либо употреблять грамотно, либо употреблять в очень-очень узком своем кругу, но черпать это из театров, из кино, и тогда вы не представляете, какое количество сценариев я получаю с так называемых платформ или называемых... Стриминговые, да, такие сервисы? Ну, да, платформ, вот вы не согласитесь ли у нас сняться? Какое количество мата там, и почему я это должен произносить? Почему я не могу сказать, пошел вон, а не пошел по-известному, ну, там есть 5-6 адресов, которые можно поставить... Они, в принципе, рядом находятся друг с другом. Да, но почему мне написали вот это? Почему это сильнее, нежели я сыграю простым русским языком? Ну, в общем... Друзья, если вы думаете, что мы только и занимаемся тем, что пишем подкасты с лучшими актерами озвучивания и режиссерами дубляжа, то это не так. Рексквер занимается созданием профессионального коммерческого звука, закадровая озвучка и дубляж, озвучивание аудиокниг и спектаклей, создание виртуальных голосовых ассистентов, озвучивание мобильных приложений и многое-многое другое. У нас вы найдете решение для любых бизнес-задач по созданию качественного коммерческого звука. Нам есть, что предложить вашему бизнесу, будь это образование, торговля, сфера IT, банковский сектор или другие сферы. Теперь вы узнали о нас чуть больше, и мы можем с чувством удовлетворения продолжить наш подкаст. В интернете есть большое количество пародий, исполненных вами на разных артистов. И вы с детства, насколько известно мне. Пародий много, ну... Ну, сколько-то штук там, немало, немало. Ну, может быть, да. У меня записано, я могу считать. Да-да-да-да. Есть пародия на Арину Зеленую, Аллу Баяну, Людмилу Зыкину. Это не пародия на Арину Зеленую. Это зарисовка юмореская. Это зарисовка, это просто-просто я воспроизвел тогда в передаче «Приют комедиантов», я воспроизвел Арину Зеленую как пример. Почему-то это написали как пародия, ничего, это не пародия. Алла Баянова есть, это пародия, это Зыкина ходит там. Ну, да, да, не много. Вернали информацию, что вы с детства увлекались пародией, всех пародировали, и вам говорили часто, что это у вас замечательно получается. Ну, вот это, да, наверное, да, говорили, говорили. У меня была пластинка, все, видите, к пластинкам, проигрыватель пластинки. Маленький информационный круг. Две программы телевидения, вы этого не знаете. Две программы телевидения с перерывом на обед. Какой может быть круг информации? Дальше есть радио и проигрыватель. Радио не всегда поймаешь, в общем, радиотеатр, хотя это было счастье. Вот поймать, например, Иракли Андроникова, который рассказывает что-то, или радиотеатр. И дальше вот, значит, проигрыватель. Пластинка появилась в доме под названием Виктор Чистяков пародии. И она заслушана была мною до дыр. Я не понимаю до сих пор, что меня так там привлекло. Хотя, вот персонажи, которых он показывал, они тоже в силу того, что был маленький информационный круг, они же были всем известны, даже малышам. И Шульженко, и, в общем, я их, простите меня, современник. В общем, они были уже довольно старыми людьми. Я вам скажу, что я Утесова видел живьем. Понимаете? Вообще живьем в концерте. В одном из последних его концертов. Я видел Баянову живьем, я с ней познакомился. Я видел Изабеллу Юрьеву и так далее. Вот. И эти все персонажи были очень знакомы. И вот когда этот голос какой-то такой вот, опять же, с шикарно написанными текстами, а тексты писал, между прочим, ленинградский артист Станислав Ландграф ему, он же сам был артистом, Виктор Чистяков. И вот этот такой симбиоз, соитие двух талантливых людей, Виктора Чистякова и Станислава Ландграфа, бац, и создало вот этот гений. И я, когда, заучив ее наизусть, показал это в первом или во втором классе перед классом, они же тоже этих персонажей знали. И как-то это получилось очень-очень похоже. И мне говорили, да-да-да, и вот эту пластинку я воспроизводил до самозабвения. Я мог просто ее повторять и повторять и повторять и повторять. Это меня научило. А потом это оказалось, когда я уже стал, я уже женился на педагоге Щукинского училища, я потом понимаю, что, в общем-то, это было упражнение, обычное упражнение, которое я повторял с детства. И все. Ну вот оно получалось, слава тебе, Господи, меня так поцеловали. То есть как раз вот та самая, ну как это называется? Слух и способность связок воспроизводить чужой тембр голоса. При том, что я не могу воспроизвести, я могу воспроизводить тембр голоса далеко не всех. Потому что, когда меня просили, например, в пародиях, воспроизведите там, я не знаю, Владимира Владимировича или там Владимира Вольфовича или там Геннадия Андреевича или что-то, я отказывался не потому, что я против политической пародии, а потому что у меня это не получается, у меня тембр голоса другой. Вот и все. Что-то получается, что-то нет. Про тембр голоса другой. Я тут такой интересный факт накопал. Вы озвучили, оказывается, сразу трех Черчиллей. Вот это для меня стало удивительным. Одного в фильме «Король говорит», другого в темных временах, и третьего совсем недавно в «Операции мясной фарш». Это фильм вроде как то лет, то ли прошлый год. Да-да-да, «Операция мясной фарш», это я вспомнил, да, это был Сева Кузнецов, да. Самый главный Черчилль... В темных временах. Да, «Король говорит», это, в общем, ну, это хорошее... Вот там такое. Нет, это хорошее кино, и, в общем, ну что, Черчилль, у меня как-то, наверное, решили, что я туда подойду. Это тоже делалось с Ярослава Георгиевна Турелева. Я не могу понять, вот есть люди, которым за сходство внешнее с каким-то историческим персонажем или героем дают постоянно роли. Но вот тут за какие заслуги перед короной британской вам отдают всех Черчилля и мирового кинематографа? Совершенно случайно, совершенно случайно. И, сделав там Черчилля, тоже это Славочка, Царство и Небесное, она меня авантюрно брала практически на все роли, которые нам потом удавались. Она видела, она чувствовала, так это было с Джеком Николсом и так далее. Но сейчас к Черчиллю, а то я запутаюсь. Она, этот, в «Короле» говорит, она мне случайно сказала, слушай, у меня нет кого-то, вот, впрочем, как это было всегда. Она мне сказала, кого-то нет, сделай мне Черчилля. Ну, пожалуйста, я сделаю Черчилля. Это обычная работа. Я, когда иду на интервью, касающееся озвучания, я, может быть, довольно скучно отвечаю при переговорах на первый же вопрос. Вы расскажете нам что-нибудь смешное? Нет, говорю, я не расскажу, потому что это рутинная работа. Это моя работа, там смешного вообще практически ничего нет. Я прихожу, работаю и ухожу. Там много скучного, да? Нет, там не скучного, там работа. Ну, работа. Я сижу перед микрофоном, передо мной текст, я два или три или четыре, сколько там понадобится часов, я делаю свою профессиональную работу и ухожу. И ничего там, там хихоник, хахоник нету, на это нет времени. А, короче говоря, Черчилль. И потом, она мне когда позвонила, Ярослава Георгиевна, с предложением темных времен, значит, ну, вообще Гэри Олдман, это артист, которого я очень люблю, и он всегда так разнообразен и так, в общем, он, это монблан какой-то. Он, он, я считаю его великим артистом. Так вот, он сыграл этого Черчилля, и она мне говорит, ты знаешь, мне не нравится, как он, у нас повторилась немножко история, как со Шреком. Она говорит, мне не нравится, как он звучит. Гэри Олдман, я не согласна. Мы будем звучать под Черчилля, под самого Черчилля, под его манеру, под его тембр и так далее. И она мне нашла его речи, которые я слушал, 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 и мы потом пытались сделать максимально, приблизить манеру и тембр к самому Черчиллю. А потом уже вот, ну, когда славы не стало, мне позвонил Севочка Кузнецов, с которым мы дружим очень много лет, он сказал, у меня есть Черчилль, ты придешь? Я, конечно, Севочка, я приду, раз ты делал Черчилля, ну, сам Бог велел, чтобы мы уже ничего, в общем-то, не искали. Это уже работа сделана, и я с любимыми людьми делаю уже то, что делалось. Поэтому, что мне там от британской короны, ничего. — Вы сказали, что после ухода Ярослава Георгиевны вы практически ни с кем не работаете, кроме Всеволода Борисовича Кузнецова. Или вообще ни с кем? — Кроме Всеволода Борисовича я не работаю больше ни с кем. — Вы описали это так, с кем-то разругался, с кем-то просто, ну, вот... — Нет, я ни с кем не разругался, из режиссеров я ни с кем не разругивался. Я разругивался с этими заказчиками-прокатчиками. А ни с кем из режиссеров, вы знаете, я вам честно скажу, кто меня не приглашает из, так скажем, а я уже не хожу, новых режиссеров, они начинают искать черную кошку в темной комнате. Или искать что-то. Давайте мы вот на этом материале что-нибудь свое новое поищем. Или реализуем какие-то свои молодые режиссерские комплексы. Может быть, от глупости, может быть, от зажима, может быть, от неумения. Давайте мы с вами проведем кастинг. Для чего? Я пришел к одному режиссеру, и она мне сказала, давайте мы с вами посмотрим, на что вы можете пригодиться нам в нашем фильме. В каком смысле? У меня за плечами уже 200 с хвостом фильмов. На что я вам могу пригодиться конкретнее? Она говорит, ну, давайте начнем с телефонного разговора. И мне показывают, значит, я голос в телефонной трубке. Мне кастинг этот зачем? Я не справлюсь с голосом телефонной трубки. Дальше что я делаю? Я прощаюсь, встаю и ухожу. И никогда больше туда не прихожу. Потом вторая. Меня нужно, ну, правда, так заинтересовать этой работой, чтобы при отсутствии материальных всех средств, которые отпускаются на эту работу, я мог прийти и это сделать. При наличии уже в моем багаже 200 с хвостом фильмов. Меня уже не знаю, как надо было, можно было заинтересовать. Значит, я иду только к Севочке Кузнецову, с которым у меня совершенно другие отношения. Я когда не спрошу, я как и со Славой, я никогда не спрашивал, сколько это стоит. Я просто шел и работал, потому что Слава дала мне дорогу в этом, научила очень многому. Я ей был бесконечно, и благодарен буду до конца своих дней. И Севе я буду благодарен, потому что с Севой у нас сложились вот такие прекрасные взаимоотношения, что Сева всегда, тысячу раз извиняясь, мне может позвонить и сказать, Леша, у меня маленькая роль, ты не прийду, конечно, приду, Сева, и не спрошу, сколько это стоит. Мне интересно. И я знаю, что он никогда не ошибется в выборе материала для меня. Вот и все. А остальное, ну что, опять же, может быть, я выгляжу каким-то брюжащим, не знаю кем, я не хочу называть себя стариком, но вот я как брюжу по-стариковски, что называется, да. Пригласите меня на что-то, я приду и вам сделаю, как говорят хорошие пилоты. Пристегнитесь и получайте удовольствие. Я все сделаю сам. Мне не надо делать экспериментов. Либо я сам предложу эксперимент какой-то. Я не был лично знаком с Ярославой Георгиевной, но потому что люди о ней рассказывают, профессионалы, и по тем небольшим фрагментам в открытом доступе, которые есть, о ней какие-то видеофрагменты. Это совсем ничего, вот что есть в открытом доступе, совсем ничего. Я повторю, я редко повторяю в интервью то, что я уже сказал, но это была, вот это показатель для Славочки, как она меня выбирала для Шрека. Это показатель. Вы можете нам рассказать? Ну, конечно, конечно. Гениально. Славочка меня, значит, я когда очутился в Москве, мне хотелось заниматься дубляжом и так далее. Это она что, 2000-й какой? Нет, 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 это задолго, задолго, задолго. В Москве я очутился в 1900, извините, 93-м году. Дубляж я понимал, что это мое дело, тем более, что я дубляжом-то занимался и в Ленинграде. Занимался на Ленфильме, и занимался я еще, в общем, в компании таких, понимаете, мастодонтов. Я при Александре Демьяненко начинал звучать, и Александр Демьяненко там руководил отделом дубляжа. И я видел, как звучат Вестник, Татосов, Игорь Борисович Дмитриев, мы там с ним познакомились. То есть, ок, какие. И я понимал, что я уже, в общем, человек готовый для дубляжа. И в Москве, вот я знал, вот если ты попадешь к Турелевой, это счастье на всю твою жизнь. А где она была, на Пифагоре? Нет, Ярослава Георгиевна, она была на Мосфильме. Она была при Мосфильме. В общем, меня как-то ей представили. Она даже на меня первый раз не посмотрела. Ну, она великая была. Она даже, она имела право. Она даже, она сказала, ну, хорошо. И продолжала с кем-то там это самое. Потом я прихожу в студию Пифагор, и слышу крик Турелевой. Я ее уже увидал на Мосфильме. Слышу крик, она в трубку кому-то говорит, ну, неужели вы не можете его найти? Ну, что так сложно найти мне Колгана? Колгана, ну, что такое? Почему? Что он такой закрытый артист там, я не знаю, зашифровывал? А я, я совершенно не понимаю, слыша свою фамилию, я говорю, я здесь. Она говорит, подождите секунду, я занята. Значит, она, ну, позвоните ему. И когда она закончила, что вы хотели? Я говорю, Колган я. В каком смысле? Я говорю, Колган я. Вы сейчас говорили, что кто-то там не может найти Колган. Колган я. Она залилась, значит, своим звонким смехом. И мне говорит, слушай, ты же озвучиваешь Хрюна Моржова. Мне тут прислали какой-то мультфильм, Шрек называется. Какое-то такое. В общем, мне не нравится, как звучит их артист. Я хотела, чтобы ты. А на секундочку, их артист это Майк Майерс. Ну да, она, ей не нравится. Она говорит, мне категорически не нравится, как он звучит. Я придумала как, я хочу тебя. Давай, ну надо для них сделать пробу. Я говорю, конечно, пожалуйста, пожалуйста, все. Она меня вызвала на Масфильм. На Масфильме мы записали пробу, она отправила. И дальше я по каким-то своим делам оказываюсь на Масфильме, в то нателье. И иду по длинному-длинному коридору. С одной стороны. И с другой стороны идет Ярослава Герна. Она была вот такого роста. В норковой шубе, в пол. И она из того конца коридора мне кричит, Колган, я из-за вас поставил на раком весь Голливуд. Я, значит, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Она, значит, что они прислали ей факс, тогда присылали еще факсы, что Колгана они не утверждают, потому что там он не совпадает с их, значит, вот это вот они раньше совмещали. Амплитуду, да? Амплитуду. Тембрально. Да, 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 и с амплитудой, он не совпадает, и компьютер нам сказал нет. Тогда она им послала факс, значит, либо этот мультик звучит Колган, либо ваш мультик под названием Шрек, я, как режиссер, звучать отказываюсь. Приветом, ваша Ярослава Турлева. И факс полетел в Голливуд. В студию DreamWorks. Да, студия DreamWorks, но поскольку она была number one, и она делала, например, она делала список Шиндлера, и сделала его блестяще, у нас она делала список Шиндлера, и, между прочим, тогда еще была такая манера, они вывозили режиссеров, она, между прочим, на сведения этой летала в Лондон. Был какой-то период, когда режиссер вот такого ранга, как Турлева, они летали туда, и, значит, они почесали там репы, и сказали, ну, давайте тогда, давайте, пусть он звучит. И она сказала, все, я их поставила вот в известную позу, значит, мы будем звучать так, как я сказала. И мы его озвучили, вот этого Шрека. Она со мной не ошиблась ни разу, ни разу она не ошиблась. Вот что бы она мне ни предлагала, даже какие-то малюсенькие эпизодики, я звучал ей картину, она могла мне попросить сделать два эпизода еще в двух картинах, либо она тоже, извиняясь, как это делает сейчас Сева Кузнецов, она мне звонила и говорила, Лешенька, ты меня извини, пожалуйста, она совсем крошечная, но мне нужен исключительно ты, потому что она работала по тому принципу, потому что в том дубляже мог и Плят, и Витцин сделать эпизодик крошечный. И это было сделано очень правильно, потому что режиссер знал, что именно этот актер должен это сделать. Вот такой гений у Славы. Это последняя была картина, к сожалению, «Темные времена», где мы с ней поработали. Мне очень жалко, что ее нет. «Темные времена», значит, вы работали над ней где-то в году 18-м, да, 17-м, 18-м. До пандемии. До пандемии. Она ушла в пандемию. Вообще, хороший, даже не говорю гениально, хороший актер, простите, режиссер дубляжа, сейчас это редкость, чудовищная редкость. Ну, конечно, вот Сева, он прямой ученик Славы. А Слава, она не просто, в общем, режиссер дубляжа, она ушла в эту профессию совершенно гениально. Она ведь по образованию актриса. Я не знал. И актриса, она училась в Щукинском институте, тогда еще называлась Щукинское училище, она по образованию актриса. У нее, опять же, это вот то, с чего мы начали. Если у тебя в руках есть основы профессии, дальше эта профессия тебя может повести дальше в профессиональном разговоре с твоими коллегами и так далее. Надо ей обладать. Она ею обладала, и она обладала еще вот этой уникальной способностью оставаться за кадром и потом оставаться за кадром вообще даже не звуча. Ведь, между прочим, вы знали о том, что знаменитый советский фильм «Куртик»? Вот это Миша Поляков, это Славочка разговаривает. Она занималась очень много дубляжом. Вот знаменитый Миша Поляков, это Славочка Турелева говорит. Сколько их было, это же вот, по-моему, недавно ушедшая от нас великая артистка, которая там озвучивала Генку, которую звали Агарь Власова. А артистка Мария Коробейникова, которая... Ну, в общем, это мы сейчас уйдем в дебри. А возвращаясь к Славочке, вот прекрасный советский детский фильм «Приключения Кали-сыщика», там она вообще делает 33 работы. А в фильме «Бронзовая птица» Славочка делала и Мишу Полякова, и вот эту старуху-графиню, которую мы знаем. Расскажите, пожалуйста, на каких качествах или навыках профессиональных, ну вот зиждется мастерство режиссера дубляжа. Ну, с актером плюс-минус как-то понятно. А вот режиссер дубляжа, вот это чутье, о котором вы рассказали, удивительно, оно же на каких-то конкретных все-таки навыках должно быть. Я не могу вам сказать, потому что я не режиссер дубляжа, я не знаю, я могу только теоретизировать. Это будет скучно. Я вам сейчас привел в пример одну грань Славы Турелевой, которая вот, на мой взгляд, вот на этом и должно зиждеться все. Наличие профессии, талант и чутье. А дальше я не знаю. Все равно режиссер – это профессия. Это профессия. Между прочим, Сева Кузнецов, он тоже по образованию артист. Просто так сесть и стать режиссером дубляжа невозможно. Это возможно уже сейчас на практике, это возможно. Ну вот поэтому я не хожу никуда, потому что мне нужно с режиссером быть единомышленником, мне с режиссером нужно поговорить. Я там тоже что-то создаю, я не создаю все новое. Меня, когда я попал еще на Ленфильме в этот отдел дубляжа, и старые артисты, которые звучали, в том числе Владимир Михайлович Татосов, он тогда еще мне говорил, говорил, сынок, никогда не делай за артист, артист там уже все сделал. Искать там ничего не надо, это все он уже сделал, тебе надо его не испортить. Но в поисках славенных, например, это сейчас могут зрители, слушатели подумать о том, что я сам себе противоречу, нет, это не так. В поисках Турелевой, когда она говорила, нет, мне не нравится, как он звучит, а мы сделаем это под Черчилля, здесь мы только, на мой взгляд, обогатили образ, который создал артист. Мы его никуда не увели в сторону, мы его обогатили. Просто опыт и чутье позволяют вести поиск в правильном направлении. Совершенно верно, но это не всегда и далеко не всем удается вести поиск в каком-то направлении. Ну вот сейчас самое время вспомнить, что вы параллельно с театральным институтом учились в Санкт-Петербургской консерватории Римского-Корсакова. Я проходил там курс вокала, я не учился там, я проходил это неверно, неверно написали в Википедии. Значит, мой мастер, Александр Акадьевич Билинский, а тогда было время в 90-е годы, когда можно было, в общем-то, отклоняться от нормы где-то, в чем-то. Он преподавал параллельно с нами, он преподавал в Ленинградской консерватории курс режиссуры. И нам он сказал, значит, кто хочет, я договорился, меня не устраивает то качество преподавания вокала в вашем институте. Значит, кто хочет, я договорился с Ирой Богачевой, а это Ирина Петровна Богачева, Народная артистка Советского Союза. Вы можете приходить к ней на уроки, заниматься к ней в класс, она будет вам преподавать, я договорился. И мы там, я не знаю, сколько-то там нас было, человек семь, что ли, ну, часть осталась в институте, а часть, в том числе и я, мы ходили к ней в класс. И мы, в общем-то, мы получили, мы там получили огромную школу у нее. Она занималась с нами, в общем, как занимаются, ну, в общем, да, в консерватории она занималась дыханием, постановкой голоса и так далее. Как связаны музыка, музыкальный слух, музыкальное владение голосом с работой актера дубляжа? Как они помогают в этом? Не знаю. Я не знаю, что вам ответить на это. Но как-то помогают. Ну, как же, ну, слух есть, вот у меня есть слух, это тоже повторение ответа на ваш вопрос. Слух есть, я воспроизвожу, могу воспроизводить тембры. Значит, слух есть, значит, как-то связки поупражнялись или как-то, они по-особому как-то устроены. Еще у меня есть одна профессия, о которой мало кто знает. Я по первому образованию незаконченный патологоанатом. Я знаю, как устроены связки. Это такие синенькие, синенькое вот такое вот. Вообще неизвестно, что это, вот это, как там создается с помощью звука. А как поставить уже это вот дело педагога, как поставить звук так, чтобы ты не просто не задыхался, а чтобы ты извлекал звук, и он был чистым, и он был громким еще при пении, и он был звонким. И у тебя вот это вот синенькое вот это вот, оно не превращалось в красненькое вот это вот, когда они сипят и не звучат. С узелками. Да, да. Вот как это сделать? Это дальше дело талантливого педагога, который направит и правильно перегнет, например, через стул, как нас перегибала Ирина Петровна. Это для дыхания, видимо, да? Для опоры. Опоры, опора, 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 опора. Почувствуй диаграмму. Да, 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 мы же дышим, мы мужчины, мы дышим с женщинами по-разному. По-разному. Вот. Поэтому она вот пацанов через стул вот так вот, чтобы мы почувствовали, где она там находится. Как влияет потом вокал? Никак. 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 Просто я могу спеть стройно песенку, если она написана для мультфильма или фильма. И все. В дубляже никак. А когда вам достается какая-то роль, в которой можно попеть, это вам нравится? Нет. Нет. Не нравится мне это, потому что система записи, она в этом смысле, она технически меня не устраивает. Потому что я не... Это я не к тому, что я должен наслаждаться своим голосом, а так должно быть устроено, чтобы я в наушниках хорошо слышал себя, фонограмму, исходник, и это какое-то такое, знаете, в общем, мне не нравится в этом смысле перепевать уже спетое, потому что, ну, оно не всегда мне нравится. Или мне попадалось, попадался тот материал, который мне не всегда, в общем, нравится. Ну, я что-то спел. Вот меня просили однажды спеть в том же Шреке за Вадика Андреева, там какой-то кусочек из... за Ослика. Ну, я спел ее как будто бы за Вадика Андреева, чистенько просто спел, и все. Есть певцы, я нет. Я человек, умеющий петь без фальши, все. Это уже больше, чем иные певцы. Нет, 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 ну, певцы, есть певцы, профессиональные певцы, я певец, я не называю себя певцом, я не певец, и в этом смысле даже нельзя сказать, профессиональный ли я певец, я не певец. И не поэт, как вы сказали. И не поэт. Про педагогов. Для меня стало открытием, когда я узнал какое-то время назад, что в театральных вузах нету такого предмета, который бы вот учил озвучанию, за исключением, насколько я помню, в ГИКа. Это единственный вуз, в котором есть такой предмет. Он зачем? Вы считаете, что это не нужно? Не нужно. Как, через какой путь, через какие ступеньки тогда артисты должны приходить в озвучивание? Вы знаете, что, в озвучивание вообще далеко не все должны приходить. Это начинать нужно с режиссера. Меня никто не обучал этому мастерству. Очень много людей, которые вот сейчас, молодых людей, выпускников, подходят ко мне и говорят, Алексей Анатольевич, «Как устроиться в озвучку?» Слушайте, зачем? Это для большинства, для 90% это способ заработка, а это должно быть творчество. Вот и все. Не нужно этому обучать. Это как эти театральные институты в большинстве плодят людей безработных. Вот так и этот курс, о котором вы говорите, если его сделать вот курсом дубляжа, это либо давать бессмысленную надежду молодым людям, что они могут… Ну, как вам сказать? Ну, вот есть же там, я не знаю, ну, курс фехтования. Мы дальше в картинах или в театрах играя, мы можем за всю свою жизнь ни разу не зафехтовать. Но эта часть профессии… Нас познакомили, но я вас уверяю, вот сейчас дай мне в руки шпагу, но я практически ничего с ней не сделаю. Дальше для этого есть консультанты. Если тебе надо себя продублировать, если ты сам уже не справишься, пригласят кого-нибудь другого. Если ты с этим справишься, тебя как-то подвинут сейчас, между прочим, технические возможности колоссальные на компьютере. Можно двигать по слугу. Я еще попал в тот момент, когда тебя матюкали старшие товарищи, когда стояли по 12 человек и запускали ролик с пленкой. И все должны были переписывать. Да, и когда все должны были переписывать, но они учили так. И учили там, на площадке. Зачем сейчас изобретать колесо? Оно уже изобретено, и оно круглое. Даже если вы не религиозный человек, ударьте в колокол под этим видео и подпишитесь на канал Рексквер. Мы не можем предложить вам индульгенции, но можем гарантировать качественный контент в этой жизни и всех последующих. Дубляж вообще нуждается в новых голосах? Или там настолько огромная очередь, которые стоят там за дверью этого цеха, что там... Очередь огромная, но он нуждается в новых голосах. Но где их взять? А вот как раз поэтому... Этим должны... Это замкнутый круг, на который мы сейчас с вами не ответим. Тем более, что я не режиссер дубляжа, я только небольшой винтик и то, который уже практически вывинтился оттуда. Новые голоса, они нужны. Этим поиском должны заниматься режиссеры, которые видят сейчас все по-другому. И дубляж в том числе видят по-другому. Это вещь как и кинематограф. Это практически продюсерское дело. И продюсер, вот он, в отличие от режиссера, он видит вот этого молодого или вот эту молодую девушку, которая с говором или с акцентом, они считают, что она может дублировать, озвучивать и так далее. Есть опытные люди, которые стареют. Нам же на смену кто-то должен приходить. Но это будет уже что-то другое. Это будет уже другое качество дублирования. Вы, когда смотрите кино для отдыха души, вы смотрите вообще кино для отдыха души? Ну да, конечно. Вы предпочитаете кино какой эпохи? Что мне под настроение придет. Я, в общем-то, я очень люблю костюмные фильмы. То есть, вот, там, я не знаю, «Корону» я смотрел, когда мне был в пандемию. Я пересмотрел опять «Аббатство Даунтон». «Корона» — это сериал, по-моему, да? «Корона» — это сериал, да-да-да, очень хорошо сделанный. То есть, в этом вопросе вы не сторонник поближать, что кино безнадежно испортилось по сравнению с тем, что было когда-то? Нет, почему? Сейчас же его можно делать. Вот ученик моей жены, Сережка Сацердотский, он вот снялся в «Холопе», мы посмотрели, он в «Прекрасное кино» же. Ну, отличный фильм. Один стал самым кассовым, по-моему. Ну, да-да-да, прекрасное кино. Почему его снимают просто вот, ну как, если снимают его хорошо, честно, вот так, как «Холопа», например. Ну, а почему нет? Почему? Нет-нет-нет-нет, кино никуда не... Оно, где кино пониже, труба пониже, дым пожиже, как говорится, ну, оно такое бывает тоже совсем продюсерское. Бывает и продюсерское, и режиссерское. И там, где режиссер тоже имеет свое слово, тогда оно получается. Почему нет? У вас есть за озвучивание Шрека премия? Шрек был признан лучшим дубляжом среди всех. Ну, да. И, не знаю, по некоторым сведениям, или это официальная версия, даже лучше, чем оригинал. Эта премия, насколько я понимаю, была где-то в Каннах вручена. Да. Вам или кому? Ярославу Георгию? Никому, нет, нет. Озвучено. Нам прислали, нам прислали диплом, письмо, и там... А деньги? А там денег нет. Там денег нет за это, не эта премия безденежная. А нам прислали официальное уведомление, диплом, и что-то там так вот, какое-то такое вот такое, что-то прислали. Какая-то там, ну, наверное, статуэтка, да. Она же, в общем, как бы... Ну, хорошо, приятно. Вы говорили, что вы никак вообще не ощутили на своей жизни влияние этой премии. А что изменилось? Ну, дают тебе премии. Ну, что, у меня еще есть куча каких-то премий. Они что? Это приятно только моей маме. А мне хочется это узнать. Вот у вас есть Тефи. Ну. Она что-то дает? Это же самая престижная телевизионная премия в нашей стране. Да ничего. Ничего. К тому же, это даже не государственная награда. Ну, если она нужна вот для там, получения еще чего-то, например, это даже не считается... Это дело даже не в этом. Я не умоляю престижности Тефи. Она... Это приятно. И все. Но это не... Понимаете? Ну, не знаю, кто-то гонится... Кто-то гонится за этим, когда они за премиями, за наградами. Ну, такая стезя у этого человека. Это приятно. Потом это приятно маме. Все. А в вашей системе мотивации, вот этот фактор, ну, такого тщеславия, он какую роль играет? Это для вас какое-то топливо для движения вперед или нет? Нет, это ни коим образом. Это не топливо для движения вперед. Это аргумент в разговорах с дураками иногда. Не больше. Понимаете? Ну, вот как я слышал однажды разговор с Владимиром Валентиновичем Меньшова, это была гениальная шутка его. Кто-то в его присутствии стал козырять своими наградами. И он, значит, это все внимательно выслушал и сказал, а, простите, сколько лет? А он там перечислил, у него там Тэфи, это лучшая, знаю, звезда театрала, Тэры-Пэры, там, в общем, назвал наград премии 15 и так далее. Вот. Ну, он там, я не знаю, сказал, говорит, ну, 40, он говорит, надо же, молодец, столько наград у меня в твоем возрасте был только Оскар. Но вот это вот такое отношение к этому. Никакой мотивации, это никакого топлива. Топливо — это интерес. Я же занимаюсь профессией, а не получением наград. Мне хочется углубиться в такую техническую плоскость. Во многих фильмах актерам дубляжа приходится дублировать несколько ролей, допустим, первого плана и несколько эпизодических. Да, вот, например, в одной серии Гарри Поттера вы озвучили и Вернона Дурсля, и профессора Фритвика, и даже гениальную, самого главного персонажа, распределяющую шляпу. Да. Вот я понимаю, что это такая изнанка, которая, вы можете сказать, это скучно, это никому не интересно, но, ну, пожалуйста, вот удовлетворите любопытство. За счет каких выразительных средств вот можно эффективно, правильно этих персонажей раздвигать и разводить? Ну, тембр, да, меняем. Тембр меняем и все. Понимаете, почему я, я опять же говорю, что я не кривлю душой, когда я, я говоря об этой кухне зрителям и слушателям, я абсолютно честно признаюсь в том, что это мое, только поймите правильно, это мое кривляние от этого кривляния, когда я получаю удовольствие, но это трудно мне объяснить простым людям, которые это слушают. Простите меня за слово «простые люди», я имею в виду людей, не находящихся в этой профессии. Когда я кривляюсь и получаю от этого удовольствия, это другое состояние моего профессионального организма. Я другими словами не могу изъясняться. Это кривляние. Мне сказали, мне, ну вот я вот так покривлялся там, но покривлялся профессионально. Все, больше ничего. Ты сделаешь вот этого профессора Флитвика, сделал профессора Флитвика, или шляпу, которая распределяет там вот это всех по, это самое. Ну, прекрасно. Когда ты получаешь удовольствие от кино, вот тогда это твое, в кавычках, кривляние, оно, наверное, и удается. Я получал так удовольствие, когда мне Джека Николсона, я вообще Джека Николсона боготворю как артиста, боготворю. И когда я его сделал один раз в «Любовь по правилам и без» и получил потом, пока не сыграл в ящик, вот это был рекорд. Я практически не прерывался, не отходил от микрофона, я сказал, надевайте памперсы, пристегивайтесь, перерыва не будет. Я буду это делать. Я сделал ее, по-моему, за пять часов. То есть с десяти до трех дня, я помню. Ну да, что-то-то, или да-да-да-да-да-да, что-то такое. Как раз пять часов. Да-да-да, я сделал эту картину за пять часов. Потом я сказал, ой, какая прекрасная картина, и пошел домой. Все, вот это было, а там то, что делал Николсон и само кино, вот оно и вот это. Там я тоже кривлялся, но по-другому. Этот пример я привожу, вот, ну, совсем для наглядности. Помните фильм «Приключения электроника»? Был такой, конечно. Да, помните, и вот когда ты, да, когда пришел электроник домой к Сыроежкину, и получив пятерку за пение, значит, он хвастался и так далее, он говорит, как ты спел? Он говорит, я эту песню спел голосом Робертина Лоретти. Вот это наглядный пример, что я делаю вот там, где-то этого зритель не чувствует. Но в какой-то роли я возвращаюсь к Витцину. Где-то я возвращаюсь там к Пляту, где-то я могу вообще использовать артистку Понсову. Это все то, что я слышал и то, что отложилось в моем организме с детства от пластинок, от мультфильма в Союзмультфильма. Понимаете, где-то вот это я могу использовать. Вот это из копилки я достал и бросил. Оно все сработало. Уже сейчас, и тем более там через год, два, пять, десять, соцсети заменяют все. Вот, допустим, то же образование и профессию они заменяют напрочь. Я вообще вне, вне этой, как вам сказать? Сетевого пространства? Вне сетевого пространства. Вне. Меня в пандемию пытался сын сподвигнуть на ТикТок. Имеется в виду смотреть или записывать туда ролики? Мы записали два ролика в ТикТок, как я озвучиваю Шрека. Но это я сделал только ради сына. И дальше он мне говорит, там полилось что-то эти самые... Ей-богу, полилось. Какие-то комментарии какие-то, что-то сразу миллион каких-то подписчиков и так далее. Вот оно мне надо. Несмотря на то, что мы тогда сидели дома, я сказал, сыночек, мне это неинтересно. Ну вот правда неинтересно. Если у тебя есть миллион там подписчиков, тебя будут оторвать и всюду пытаться там всунуть и пригласить себя. Ну грустно. Ну Бузова же играет в Амхате. Ну играла в спектакли там. Вот. Ну и что? Вот этот пример как популярный. А ей нравилось? Ну хорошо. Кому-то нравилось? Ну хорошо. Ходили на эти спектакли. Я вне этого пространства. Вне. Просто вот, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, отойди, не стой во всем этом. Про театр. Вообще же любое искусство, оно волей-неволей как-то двигается по направлению к зрителю, к его интересам, к его запросам. Пусть это движение иногда там идет неспешно, как целая эпоха, там отходит, приходит другая. Где эта грань, за которой начинается вульгарность и вот эта клиентоориентированность обслуживания, когда театр превращается в сервисную вот эту сферу обслуживания клиента. Он же должен как-то двигаться, ну вот, под запросы людей. Нет? Вообще? Никогда. Театр заканчивается там, когда вот в том месте, когда он начинает идти на поводу у зрителя. Пусть зритель правильно меня поймет, мое выражение. Мы должны властвовать толпой, а не толпа должна властвовать нами. Не она должна, не публика должна нам диктовать, что она хочет увидеть. Потому что тогда ничего не получится. Тогда в результате все равно в тебя полетит гнилой помидор, мы должны властвовать над вот этой тысячей или полутора тысячами или сколько там, пятьсот человек сидит в зале. Ты хозяин этого. Где грань? Она очевидна. И даже если я у вас спрошу, где эта грань, ответьте мне, вы тоже скажете, где она, эта грань. Там, где мы начинаем снимать трусы. Вот там эта грань, на резинке. И все, мы не должны идти на поводу. Когда мы идем на поводу, все заканчивается. Это эпоха, возьму в кавычки, вульгарность и вседозвольность? Нет, она не эпоха вульгарности и вседозвольности. Она есть и невульгарность, и невседозвольность. Почему? Театр-то не кончился хороший, классический и невульгарный. А без этого обходится, если бы все театры пользовались тем, чем... Ну, я не буду приводить примером. Ладно, хорошо. Не все театры на это идут. Это определенный какой-то круг, который посещают и, в общем, должны посещать определенный круг зрителей, которым этот эксперимент интересен. Ну, хорошо посещают и так далее. Я не буду, но я знаю людей, которые тоже не будут. И я знаю людей, которые сохраняют то настоящее, которое должно быть. Понимаете, со студентами на выпускном курсе моя жена Нин Дворжецкая, она поставила чайку чеховскую. И поверьте, когда приходили туда люди, даже принимающие участие, вот так скажем, в экспериментах, несомнительных, но представители экспериментального театра, приходили и сказали, слушай, как здорово, что ты обошла все вот эти способы снимания одежды с себя, плевков и матюков вот в этом спектакле. Ты поставила это, ну, в общем, как написал Чехов. Это, вот ты посмотри. И там сидели, и молодежь в том числе, молодые люди сидели с открытыми ртами, я это видел. Приходящие туда смотрели, и они сказали, а, оказывается, так можно. Вы подумайте, оказывается, бывает, что-то трогает вот так, когда ты можешь заплакать. Оказывается, так, ну, просто это надо делать, просто надо это копать, разучились. И сейчас это разговор еще одной программы, понимаете, как создаются в театрах спектакли. Либо они создаются очень быстро, либо они… Там дело в том, как придумать спектакль, как разобрать. Вот там заканчивается вот эта вот фантазия режиссера. Скудная она или не скудная? Алексей, скакнем от театра обратно в дубляж. Можете ли вы назвать несколько картин, с которыми у вас связаны особо теплые воспоминания от работы над ними или с конкретными режиссерами дубляжа? А мы их уже назвали в разговоре. Вот, ну, и Шрек, «Любовь по правилам и без», и «Пока не сыграл в ящик». Да, в общем… А «Терминал» относится к таким? Ой, да, «Терминал», конечно. Вот спасибо, спасибо, что вы вспомнили. Это один из моих любимых фильмов. Да, 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 «Терминал», «Терминал». Вот там была интересная работа, когда Славочка, она мне сказала, вот нам надо здесь найти. Видите, это поиск такой режиссера и актера. Она говорит, нам надо найти очень органичную, и вот этот какой-то, как он говорит, очень органичную речь должна найти этого. На что она похожа, речь этой Крокоджии? Ну и там было тоже, в общем… Вот мы искали, искали, искали и нашли. Да, это была тоже картина, которую я очень люблю. И даже если она идет по телевидению, я на ней останавливаюсь, смотрю ее. Там очень хорошая работа у всех, у всех. Я имею в виду не нас, а там и у артистов прекрасная работа. И картина очень хорошая. А вы знаете, ведь есть такие фильмы, у которых сложно определить жанр. Ну так условно ставят, там, драма, или там, мелодрама, драма на стыке с комедией. Вот «Терминал», мне кажется, относится к таким. Вот для меня он лично трагичный. Может, можно… Нет, она трагикомедия. Почему? Она трагикомедия. Каждый видит в произведении все равно что-то свое. Но вы увидели вот по своему складу «Я же вас не знаю», вы, может быть, более какой-то человек, углубленный в трагедию. Есть люди, которые… Опять же, не о присутствующих. Есть люди, у которых отсутствует чувство юмора, например. Вот они ищут что-то такое. Я увидел там что-то другое. Я увидел там трагикомедию. Наверное, трагикомедия для меня. Кто-то смотрит это по-другому. Кто-то вообще не может смотреть. Не все фильмы пишутся с изображением на экране. Где-то компания про кончик… Ой, ой, это было, ой, вот это вот смешные случаи на уроках. Да, да, да. И простите, что я вас перебью. Я понимаю ваш вопрос. Это было самое сложное. Вот это самый был сложный у меня «Кинг-Конг». Они когда прислали копию, значит, они прислали… Была прислана копия вот эта вот вся перечеркнутая. Да, да, да. Да, да, да. С браком, с явным браком она была, значит, сделана. Там были на копии, там были… Вот на черном фоне там были вырезаны в сценах вот так мы видели людей. Это был дальше черный фон. А на наших копиях там были присланы еще копии для артистов. И на наших копиях там было на черном фоне, там была вот такая часть лица. И все. Остальной был черный фон. Вот это был ужас. Вот это был ужас, когда только надо попадать в артикуляцию. И вот это… Ой, кома какая-то. Кошмар. А у меня возникает закономерный вопрос. А как цепляться-то? К чему? На экране вот в таком случае. Ну, ты видишь мимику? Вот как цепляться? Вот так и цепляйся. А эмоционально? Не, ну, там артист что-то я уже, ну, как-то вот… Ну, это все равно, когда ты не видишь, вот как хочешь, ты так и цепляйся. Вот они так защищались. Сейчас, наверное, этого уже не делают. Сейчас какие-то другие способы защиты, потому что… Ну, это был вот единственный такой прецедент, когда я просто… Я в нервной дрожи вышел после дубляжа. А как иначе? Тебе вот такой прислали оттуда, потому что они не хотят, чтобы украли. Ну, сейчас радикально защищают фильмы. Просто перестали в России их присылать вообще. Ну, бог с ним, господи, у нас как-то это тоже наладится. Такое впечатление, что они нам в последнее время присылали что-то… Ах, какое суперкачественное кино. Нам тоже присылают огромное количество шлака. И люди, которые смотрели американское кино, и вот, в общем, там… Или вообще иностранное кино, и говорили, ах, ну, вот это, конечно, у нас не умеют снимать. Ну, товарищи, у нас это все… Это тоже отдельный разговор. Почему у нас так, а у них так? У них масса… Масса есть тоже отвратительного и непрофессионального, несмотря на то, что у них… Ребята, у них в кинематографе очень хороший монтаж. Все. У нас, вот мы говорим, надо ли воспитывать у нас артистов, дубляжа в институтах? Да нет, не надо. Режиссеров как следует надо воспитывать? Ну, конечно, надо воспитывать. Но, на мой взгляд, надо воспитывать прежде всего режиссеров монтажа. Но ведь большинство фильмов Никиты Сергеевича Михалкова, они не потому суперудачные, не только потому суперудачные, что он прекрасный режиссер, и он чудесно умеет работать с артистами. И там какой-то необыкновенный симбиоз между артистом и так далее, и Никита Сергеевич знает, о чем он снимает кино. Но там еще искусство монтажа. Вот что, за счет чего еще в плюс выигрывают фильмы Никиты Сергеевича Михалкова. Это блестящий монтаж этих фильмов. Кроме всего прочего, что он обладает этим талантом, сесть и как, где, по какому принципу, все равно, наверное, по той школе тоже он монтирует свои фильмы. Я могу только догадываться. Но вот здесь режиссеров монтажа надо у нас воспитывать, тогда наше кино взлетит. Я уверен в этом. А бытует такое мнение в массах, не буду говорить, что оно конкретно, что вот проблема нашего кино не в том, что что-то не умеет, а в том, что пытаются там подворовать везде. Тут своровали, там сворали. В итоге ничего не доходит до кино. Не в этом дело. Не в этом дело. Был в Одессе такой администратор, Козак. Он очень хорошо определил парой фраз, чем отличается, например, наш кинематограф от западного. Он говорил, мы воруем с убытков, а те воруют с прибыли. Вот вся разница. Но дело в том, что финансирование совершенно другое. И дело не в воровстве. Почему? По масштабу, по объему? Ну, конечно. И там воруют. Почему люди считают, что не воруют там? Вот я не могу... Там все честно. Наших людей туда не пускают просто. Почему? Вот смотрите. Нет, дело не в том, что не пускают. А дело в том, что там сложившаяся индустрия совершенно по-другому выстроенная финансово. У них не было Великой Октябрьской социалистической революции. И у них не было периода кинематографа советской власти. Когда вот тебе нужно на фильм столько-то, и вот тебе государство дает, и вот столько-то ты имеешь. У них не было этого периода. Там индустрия выстраивалась в этом капитализме десятилетиями, начиная от его начала. А у нас был период советского кинематографа. И для того, чтобы он встал, наш кинематограф, вот в этой хотя бы стезе, узкой стезе финансов, для того, чтобы он встал как следует на ноги, для истории это совершенно ничтожный срок, когда мы освободились от советского, так скажем... Дотационного. Когда мы перешли в несколько другой, он для истории ничтожен. То есть, проще говоря, мы просто пока еще не умеем быть прибыльными в этом деле. Это не налажено. Мы когда после девяностых, когда кинематограф практически умирал, когда он встал, посмотрите, какой концерн сделал, тоже, опять же, повторюсь, извините за повторение, за ничтожно короткий в истории срок, какой киноконцерн, масс-фильм сделал Карен Георгиевич Шахназаров. Какие там выстроены новые павильоны. Но это ведь адский труд и желание человека. Он и технический, и творческий, но это совсем недавно, этого еще не было, совсем недавно еще на масс-фильме была старая разрушенная Тонс-студия. Но это же, вот повторяю, в общем, для того, чтобы это перешло, встало на какие-то другие ноги, нужен еще какой-то большой срок. То, что мы проделали, это много, но это не срок. Даже если вы не религиозный человек, ударьте в колокол под этим видео и подпишитесь на канал Рексквер. Мы не можем предложить вам индульгенции, но можем гарантировать качественный контент в этой жизни и всех последующих. Мне хочется спросить по поводу формирования или воспитания вкуса, вот если так можно сформулировать это. Часто общественная дискуссия возникает, а не нужна ли нам, ей-богу, цензура какая-нибудь? Ну вот потому что, что ж показывают? Тут трусы снимают, тут матерятся, тут колятся, тут там какие-то однополые отношения пропагандируют. Давайте-ка все мы это будем с согласия какого-нибудь комитета все выпускать, чтобы наконец-то в нашей культуре было, значит, спокойствие и порядок. Ваш вопрос заключается в том, нужна ли, или вопрос вот тех, о ком вы говорите, нужна ли нам цензура? В каком виде она есть? И она есть везде, цензура. Я вас уверяю, она есть и там, на том свободном Западе или в той свободной, там, я не знаю, Америке, о которой мы говорим, да, якобы. Там тоже есть цензура. Там нельзя говорить о каких-то вещах. И я сейчас говорю ни о нынешней ситуации, ни о России вообще. Там есть эта ситуация. Там давно, например, в Германии давно нежелательно говорить о Холокосте. Нежелательно на центральных каналах телевидения. И я это знаю не понаслышке. Понимаете? Например, в Америке нежелательно говорить даже не то, что нежелательно говорить о Куклу Склане. И это вовсе не недавно. Не считать ли это цензурой? Про что-то, ну, они хотят говорить, но они говорят без цензуры там про, ну, вот то, что вы назвали. Я, знаете, даже имею в виду не про возможность говорить о чем-то. Нет, я имею в виду что-то делать. В том числе и что-то делать. Какой-то другой, там, я не знаю, перформанс. Там тоже существует своя просто в каком виде она тоже перерождается, цензура. Нужна ли она? Да, несомненно, она нужна. Вот, на мой взгляд, она нужна. Она есть. Только в каком виде она будет? Нельзя создать цензурный комитет и нельзя создать цензурный, ну, как, цензура была и в царской России была цензура. Ну, если просто обратиться, я не знаю, к истории, но только для того, чтобы возникло, вот, к разговору о цензуре, для того, чтобы возник цивилизованный диалог, а не просто, ай, ты ничего не знаешь, ай, нам все врут. Нет, нужно хотя бы обратиться к истории, и тогда получится либо цивилизованный диалог, либо рассуждение о наличии цензуры войдет в какие-то, в общем, исторические рамки, и вы сможете положить эти свои суждения на весы. Ах, действительно, ну, вот, был цензурный комитет при царской России. Ну, они какие-то книжки выпускали, какие-то книжки не выпускали, какие-то фильмы разрешали, какие-то фильмы не разрешали. А если мы возьмем искусство и, условно говоря, разделим его на две группы, нормальное, высокое, качественное и пошлое, вульгарное, грубое, ну, вот так очень грубо проведем на это, то, значит, все-таки нужно как на это воздействовать, как-то регулировать, или можно пустить на самотек, и, в общем-то, история, она вся вылечит, она все вылечит, любые болячки там из искусства сковырнутся, и все нормализуется. Я, присутствуя на, так скажем, для меня низкопробных спектаклях или перформансах, я наблюдаю за людьми, как они на это реагируют. Я вас уверяю, 80% присутствующих людей в зале, они делают вид, что им это интересно. Они ничего не понимают, почему так. У них удивленные глаза, или они смотрят этот спектакль, либо половину спектакля они смотрят, сидя в мобильном телефоне. Категория людей, которые ходят на подобного рода представления, она есть везде, не только у нас, она есть везде, но им это нравится. Мы уже об этом говорили в сегодняшней беседе. Ну и пусть ходят. Надо ли это как-то цензурировать? Ну, с государственной точки зрения, разумеется, надо, если вы получаете на это государственные деньги, государственные дотации. Тогда извольте... Выполнять задание. Нет, не задание, это не называется задание. А вы взялись, тогда извольте эти деньги просто не разбазарить, а бы на что. Вот на то, чтобы пришел в этот, например, театр или на этот фильм, не пришел, несмотря ни на что, 16-летний неокрепший подросток, ему может, даже если там будет написано 16+, но он что-то увидит, у него еще голова неокрепшая. Если вы этот шлак будете ему всовывать в его неокрепшую голову, это будет беда. И вот тогда извольте, тогда за государственные деньги вот этого не делать, вот этой гадости, не разрушать молодое общество. И я не ратую за то, чтобы мы шли все каким-то одним курсом, но хотя бы вот этого не надо. Не надо давать ему мат, который он и так слышит с экрана, когда он и так его слышит на улице. Не надо это усугублять вот в ту сторону. А что касается времени, да, оно само рассудит что-то, отомрет само собой. В 90-м году, когда я очутился студентом в Ленинграде, тогда вот это безвремение, постперестроечное и так далее, 90-х годов, там можно было все. В Ленинграде открылся сексуальный театр. Тогда в 90-е годы это было просто что-то такое, мы, естественно, пошли по знакомым, мы ходили по всем театрам. Мы пошли на представление этого сексуального театра. В общем, оно сейчас, конечно, рядом даже не стоит с тем, что мы можем увидеть на сцене в этом сексуальном театре. Это была какая-то ерунда, пьесу я даже вам не воспроизведу. Но это умерло само собой, этого театра уже нет, он не переродился, он какое-то время посуществовал, и все. История очень быстро его убрала, причем за несколько лет, не за десятилетия, поэтому история тут тоже играет немаловажную роль. Про сексуальный театр мне вспоминается Ильф и Петров, в которых в историях и жизни города Колоколамска есть похотливый тупик, в котором располагаются. Вот, да, это что-то такое было вот в каком-то похотливом тупике, в подвальчике. Это было, причем это было не место, где распространяли наркотики и так далее. Там был зрительный зал на, по-моему, 50 человек, и билеты стоили довольно дорого. И они там показывали части голого тела. Ну вот мы пришли, причем это была не порнография, это была такая... Но это увидеть тогда обнаженную грудь, это было вообще довольно редко. Это себе вот там позволяли в этом похотливом тупике. Потом я очень хорошо помню на одном... Это был спектакль с... Это была уже антреприза, где это себе очень здорово и деликатно позволило так, мимоходом, сделать Людмилу Марковну Горченко. Я сейчас не вспомню, просто спектакль, там играла она, играл Александр Анатольевич Ширвинт. Это был спектакль, по-моему, Трушкина. Я не возьму даже никак комментировать действия Людмилы Марковны. Уверен, она имела на то какие-то основания. Это было, вот это как раз было с таким вкусом и с таким мастерством это было сделано, что вот как раз к нашему разговору это как еще сделать, понимаете? Ей-богу, не первый раз здесь, в этой студии, мы касаемся темы, что обнажиться можно со смыслом красиво. Ну это да, но для этого нужен хороший режиссер и все остальное. Как это придумать, не уйти в пошлость? Я сейчас буду закрывать эту тему с театром и искусством в целом и закрою таким вопросом. Популярны, очень популярны в сети так называемые хулиганские озвучки или взрослые озвучки. Это Дмитрий Пучков «Гоблин», это легенда сетевого пространства, такие матерные переводы, это «Кубик в Кубе» студия. Нет, это я слышал, название слышал. Нет, ну я не потому, что я совершенно, как сказать, непродвинутый. Я все это, я познакомился с этим. Но это имеет место быть? Как вы к этому относитесь? Нужно ли на это как-то воздействовать? Или, ну, вполне вот для определенной аудитории, как бы, есть и есть? Кому нравится арбуз, кому свиной хрящик? Ну, хотите эту озвучку? Ну, слушайте ее, господи, чего? Сеть — это помойка. Понимаете? По большому счету, сеть — это помойка. На помойке можно найти старую антикварную тумбочку, отреставрировать ее, получать удовольствие. На помойке можно найти пустую банку с остатками консервов и тоже ею полакомиться. Вы могли бы рассказать, что это была за авантюра с Джеком Николсоном, как она случилась? И почему вы это именно авантюрой называете? — Авантюрой, потому что там, я уже не помню фамилию, кто-то был закреплен за Джеком Николсоном, он заболел. И мы как раз сделали Шрека, и мы сделали фильм, который, кстати, мне тоже достался благодаря славе «Кот в шляпе». Этого кота тоже играл Мак Майерс, и мы сделали вслед за Шреком тоже Мак Майерса в «Коте в шляпе». И что-то… — Подождите, это может быть «Кот в сапогах» или «Кот в шляпе»? — Шикарное кино, кстати, шикарное детское кино. Значит, он играет кота, который пришел к детям развлекать их. У нас эта сказка, по-моему, известна как «Кот в колпаке», но неважно. И, в общем, там кто-то заболел, кто должен был… А это сроки. И Слава сидела в этом же Пифагоре и мне говорит, что что же мне делать, я не знаю, что мне делать, он болеет, он не может звучать. А что такое? Она говорит, да у меня Николсон, у меня Николсон. А я этого артиста любил и, в общем, продолжаю любить. Я говорю, Славочка, ну а давайте, можно я попрошу вас, ну давайте, я никогда вот таких главных ролей у вас не делал. — Так вы сами напросились на эту авантюру? — Ну, конечно, я говорю, ну давайте, она говорит, я вот думала, но как это же нужно им туда послать, а потом какой-то такой огонек у нее адской блесной глаза, она говорит, а не буду я им ничего посылать туда. В качестве пробы не буду, я им все уже послала, мы просто озвучим это и все. — Давай, давай, даже пробовать не буду, давай! И мы над этой картиной, а он же артист вот там как раз из того разряда, что не надо ничего придумать, он все уже сделал. Там главное тембром его так вот, чуть-чуть тембр поймать и все. И вести дальше. — Я чувствую эти инфернальные нотки проявляющиеся. — Да, и все, и дальше он тебя поведет сам, Николсон. Вот это была такая авантюра. Мы пошли и выиграли. — У меня заключительный вопрос. Вы играли не только трех Черчиллей, про их, прошу прощения, Черчиллей, все-таки он удушевленный, но и Брежнева, и Сталина. — Ну, это кино. Это-то я играл Черчиллей в дубляже, а Брежнева и Сталина. Знаете, когда тебе делают такое предложение, от него очень трудно отказаться. Очень трудно отказаться. И когда мне Илья, учитель, сделал это предложение в фильме про Стрельцова, ну, почему, почему не пойти по этому пути, почему не показать, я до этого как раз смотрел, ну, блестящая работа была у Шакурова в сериале Брежнев, это блестяще было, почему не показать еще одну грань живого человека. Я же там играл, в общем, не Брежнева, ну, Брежнева, Брежнева, конечно, но я все равно играл человека живого, исторического. А исторического человека сыграть, это очень-очень интересно. Ну, просто как откажешься, зачем? И когда потом Сергей Евгеньевич Макрицкий мне позвонил и сказал, вот я тебе предлагаю Сталина. Вот в то время, 41-й год, когда немцы подходили к Москве и в фильме «Первый Оскар», и сценарий мне понравился, и сценарий, который был посвящен, там было написано посвящение первым операторам. Ну, как мимо этого пройдешь? Как был бы дураком, если бы отказался. Мне кажется, что что-то мы смогли там сделать, что-то получилось. Это было очень интересно. Это как для артиста, очень интересно. В связи с обилием ролей таких государственных деятелей, не звонили ли вам еще из Кремля с очередным предложением? Нет, 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 никаких нет, нет, нет. Это никакого обилия государственных деятелей нету. Просто если мне предложат в какой-то другой постаси сыграть еще кого-нибудь, может быть, я откликнусь, потому что любой государственный деятель, я же уже сказал в начале ответа, это живой человек. Мне интересно проследить, мы всегда видим только одну сторону этой медали. Артисту интересно заглянуть с той стороны, как он завтракает, как он плачет, как он переживает. Мы можем об этом только догадываться. Говоря, впрочем, это обо всех, говоря о государственном деятеле, который ты играешь, но и любого другого человека, которого я играю. Я сейчас играю, вот сейчас у меня идут съемки, я играю книгоиздателя по фамилии Новиков при Екатерине Второй. Не Новиков, а Новиков у него было почему-то ударение. Но здесь я тоже могу только догадываться о степени дворцовых интриг и так далее, и участия в этих интригах великого просветителя, о котором я сейчас только могу прочитать об этом Новикове. Но интересно там покопаться, это тоже часть нашей профессии. Но я не могу выдержаться от прямого и острого вопроса. Путина сыграете? Нет. Я на него, во-первых, не похож. Во-вторых, там уже будет этот собирательный образ. Я не скажу вам, что я портретно похож был на Брежнева, но какие-то черты я могу воспроизвести. А зачем делать либо дешевую карикатуру, либо совершенно не похоже, чтобы все сказали, ну зачем тебе это надо было, для чего? Вот здесь был бы тогда, если бы шел об этом разговор, был бы какой-то собирательный образ президента. Ведь, знаете, вот всерьез, когда вышел фильм, помните, президента и его внучка, когда совершенно не похожий на, ну назовем так, там подразумевался Борис Николаевич Ельцин, президента, которого играл Олег Павлович Табаков. Ведь он был не похож, но он, тем не менее, играл президента страны. Понимаете, если вот в таком виде, там интересно покопаться в психологии, потому что я, если говорить, а я говорю совершенно серьезно, я не понимаю, трудно понять, как живет руководитель страны, что он делает. Нам, нам, это мы видим только верхушку айсберга, мы не знаем, как он работает, мы не знаем, сколько часов в день он работает, мы не знаем, какие сложные вопросы он решает. Нам и не положено это знать, иначе мы все были бы либо где-то там, либо, в общем, в окружении президента и руководителя. Понимаете, будет интересное предложение, почему бы нет. В прямую, в портретном сходстве нет, потому что я на Владимир Владимировича не похож. И никак, не по комплекции, никак. Друзья, это подкаст про озвучку. Мы беседуем с профессионалами звуковой индустрии, которые задают тон в создании качественного звука. Сегодняшним гостем был Алексей Колган, актер театра, кино, мастер дубляжа. Алексей, огромное вам спасибо. Спасибо вам за беседу. Могли бы вы, пожалуйста, для наших зрителей и слушателей сказать несколько добрых пожеланий, несколько приятных слов? Может быть, какие-то профессиональные советы, может быть, общежитейские наставления. Можно прямо в камеру это сделать? Профессиональных советов не дам, я не имею на это права. А если, ну, хотите выслушать, тем не менее, совет, очень вот в этом пространстве, очень сильно, так назовем это, фильтруйте, каких преподавателей вы выбираете, потому что это не всегда верно. А так, в общем, друзья, я желаю вам здоровья, смотрите хорошее кино, будьте в хорошем настроении, получайте удовольствие. Алексей, очень хочется услышать голосом широких... Отстань, осел! Иного я и не ожидал. Да. Спасибо. Всего хорошего. До встречи, друзья. Ставьте лайки, комментируйте наше видео, делитесь с друзьями и обязательно задавайте вопросы нашим будущим героям. Про озвучку прощается с вами ненадолго. Пока. Podcasts by RecSquare Studio